Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня я приготовила для вас свои покупочки Фикс Прайс. На самом деле, в этот раз я зашла, и столько всего было интересного! Я снова полюбила Фикс Прайс, и с новым вдохновением все это брала, и прям представляла, как я для вас все рассказываю, зачем, почему, куда я что брала. Вот. Но, перед тем, как я начну свое видео, я хотела бы вам рассказать об одной девушке, которая начала вести свой канал не так давно. На самом деле, очень интересный канал, очень симпатичная и приятная девушка. На ее канале, в принципе, все то же самое, что и у меня, вы можете увидеть. Обзоры, Фикс Прайс покупки, Алиэкспресс, уходы за собой. Девушка симпатичная и умеет за собой ухаживать, поэтому я думаю, что будет интересно вам узнать о том, как это делает она. Тем более, она брюнеточка. Канал ее называется Мари Линк. Зовут ее Мария и живет она в Москве. Ознакомиться с ней поближе вы можете, пройдя по ссылке, которую я оставлю под видео, на ее канал. Я рекомендую вам к ней зайти, потому что она реально делает очень качественные и интересные видео. Мне даже кажется, что я интереснее, чем у меня. И качественнее видео, чем у меня. В общем, видно, что человек работает над своими видами. Освещение, звук и монтаж видео очень интересные. Зайдите, посмотрите, не пожалеете. Ну, а теперь мы приступим к нашим покупочкам в Фикс Прайс. Ту-ду-ду-ду-ду. Первым делом, что я купила, это новиночка. Купила я вообще вчера, вот если буду... Да, вчера купилась, вот выставляю вам видео. То есть это свежее, и вы все это сможете найти в Фикс Прайс. Первое, что я купила, одни на мне уже, вот такие вот носочки. Смотрите, они с тормозами. Я вообще, как вы знаете, ношу теплые носки всегда дома. Но у меня почему-то начало скользить. Представляете, я с ребенком. Я из комнаты в ванну несу, его там, ну, помыла. Я несу, пару раз уже чуть подскользнулась. Такая думаю, так, надо найти носки с тормозами. И случайно захожу в Фикс Прайс, и вот вам, пожалуйста, носки с тормозами. Еще и классные цвета. Ну, одни на мне, короче, бежевенькие еще. Еще там есть желтенькие, оранжевенькие, очень много разных цветов. Тепленькие и тормозят. Так что, у кого скользко, пожалуйста, покупайте. Ой, как всегда купила. Оказывается, случайно заглянула, а у меня закончились все эти штуки. Представляете? Ну, купила. Ну, как на кухне без этих штук. Я все время покупаю, выбрасываю через 2-3 дня. Ну, сейчас это особо ничего нового. Я самое, естественно, интересное оставлю на потом. Это я опять купила файлики, потому что они реально очень удобные. У нас есть один розовый, один голубой. Я вам показывала, да? Там в одном документы мои. И это в розовом, в голубом мальчика моего. Но я купила еще, потому что документы растут, ребенок растет и документы растут. Клево, да? Придумала. Ну, короче, вот эти классные папочки, они по 7 рублей, по-моему, всего лишь навсего. И все документы остаются в целости и сохранности и очень аккуратненько лежат. Ну, само собой, это вешалки. Я избавляюсь потихонечку от вешалок, которые у меня были из Икеи. Вот такие толстые, знаешь, они даже толще, чем 3 эти вешалки. Представляете, сколько места они занимают в шкафу? У меня шкаф небольшой, а вещей у меня ого-го, как много. И вот это офигенские, офигенские тоненькие вешалки. Чем они удобны? Что они еще прорезиненные и вещи не будут соскальзывать. То есть оно прям закрепляется вот так вот на вашей вешалке и все. Ну и плюс то, что она тонкая, то что она очень сильно экономит место. У меня таких уже очень много. Вот я еще докупила. Избавляюсь от тех вешалок и перехожу на вот эти. Реально, блин. Теперь хоть не так сильно мнутся вещи-то у меня в шкафу. Хотя все равно мнутся, потому что я шкаф хочу просто большой. Также я еще докупила вот такие вот маечки. И одна на мне, кстати, сейчас. Вот она. Очень удобно, кстати. Я же кормлю сына своего. И мне очень удобно в этих штуках спать. И грудь всегда как бы у нас в подвешенном состоянии. Или как? В подъемном состоянии. В общем, она в крутом состоянии. И будет у меня идеальная грудь после кормления. Также салфетки для ребенка. Представляете, я в каждом фикс-прайсе вам показываю вот эти вот салфетки. Мы ими так пользуемся вообще. Они очень классные. Они для детей от нуля. Так что они безвредны. И у нас от них нет никакого раздражения. Также я купила себе пленочку обертываемую. Ну, короче, она для... Для продуктов. Но буду использовать я ее не совсем по назначению. Не для продуктов. А для тела. Кто не знает, я пошла на массаж. И мне уже порекомендовала моя массажистка. Специальное там средство хорошее для жиросжигания. В общем, чтобы животик был в тонусе. И она мне делает массаж такой конкретный. В общем, я уже вижу результаты. Все очень круто. Я в отдельном видео вам расскажу об этом. Я купила вот такую вот пленку. И вот Лина, Дьяволина, кто знает, она, помните, говорила о таких штучках? Я, короче, решила попробовать. Так как я кормлю ребенка Грузию, и мне нельзя вообще ничего есть. Ни сладкого, ни это... Ну, в принципе, и мучной особо нельзя. Но я решила, что, знаете, вот так вот поджарить. Она говорила, что поджаривает на сковородке вот эти вот лепешки. И они такие хрустящие, вкусные. Можно что-нибудь еще туда завернуть. Короче, я решила попробовать. Вот такие вот купила. Томату. Тут написано. Четыре лепешки. Пшеничные и томатные. Попробуем, посмотрим. Дальше я купила вот такую интересную вещь. Это новинка. Сейчас вытащим. Вот вы ее ставите куда-нибудь. И вот такой вот мелочек, который вот здесь вот держится. Да? Аккуратненько у нас. Мы достаем его. Та-дам! Мелок, ты где? Ой, они завернули тут его так, как следует. Я же еще не разворачивала. Я же все с вами впервые делаю. Вот он, белый мелок. И мы можем написать что-нибудь на этой доске. Например. Например. Доброе утро! Страна! Короче, это прикольная штука. Мне она очень понравилась. Пустой. Дальше новиночка тоже. Я купила вот таких два подсвечника. Вообще, они такие красивые. Я вообще люблю вот такие подсвечники. Ну и, соответственно, не удержалась. Для того, чтобы не купить к ним вот такие свечи. Ну, естественно, розовые. Если мы для интерьера смотрим, то, конечно же, будут розовые свечи у меня. В общем, скоро вы увидите. Я, может быть, буду даже на фоне их зажигать. Вот так вот, смотрите. Красиво я поставлю сюда. Там. Там-там-там-там-там-там. Что-то я похорономашу играю. Ну, короче, смотрите, как красиво. Мне кажется, в моем интерьере белорозовом оно будет очень красиво смотреться. Правда? Две такие штучки, я думаю, достаточно. У меня квартира небольшая. Мне не нужно много свечей и много подсвечников. Тем более, я не люблю пыль собирать. Но вообще, это реально круто. Мне пахнет. А еще новинка. Вот это вообще очень круто. Это часы. Вот такие вот. Смотрите. Я выбрала именно эти беленькие. И, короче, там разные интерьеры. Смотрите. Не интерьеры? Ну да, интерьер. То есть разные наклейки. И все они, как я понимаю, здесь внутри. То есть я могу выбрать любую. Насколько я поняла. 99 рублей стоит. И там механизм. Часовой. Но мы сейчас вместе с вами и посмотрим. Прикиньте, я дурында. Тут же нарисована какая это. Вот их куча интерьеров. А я почему-то думала, что все вот эти вот штуки есть. И типа я смогу выбрать, какой хочу. Нет. Впереди вот же нарисовано. Но это только я могла. Вот такой вот у меня. Ну, кстати, красивый. Мне нравится. Значит, смотрите. Вот они часики. Сзади вот такой механизм уже часовой есть. Нужна батарейка. В комплекте ее нет. И вот такой вот у меня. Вот такая вот наклеечка. Которую надо будет красиво так сделать. Я вам покажу, как это сделаю. Часики прилепить. И вот они, стрелочки. В общем, сделаю и покажу, как это выглядит. Потому что... И мне интересно, кстати, насколько громко они шумят. Потому что у меня в комнате часы, которые... Они громкие. Меня бесит это. Хотя я уже перестала их слышать. Но раньше они меня прям бесили. Купила себе вот такую вот массажерку. Ну, так как я делаю массаж, худею, все дела. То есть я буду средством для похудения, которое мне порекомендовала моя массажистка делать. И буду вот так вот делать. Животик, попку, бедрышки. Вот мне понравилось, что здесь ручка есть. Там есть еще другие без ручки. Штука эта прорезиненная. Так что я не думаю, что будет больно. И еще вот такая вот штука. 55 рублей. Это тоже новиночка. Есть разные цвета. Там, по-моему, я еще видела вот такого цвета зелененького. Это, короче, чистить носик. Тоже прорезиненная штука такая интересная. Вот так вот она держится. Вот так вот. И мы можем вот так вот... Ой, какая мягенькая. Такая приятная штучка. А, здесь пальчик. Ой, засовывается пальчик. Крутень. И тоже чистится нож. У кого такие серьезные проблемы, зачищаешь. Блин, такие темошные. Блин, вот фикс прайс. Вот они вот это вот могут придумать. Такие молодцы. Спасибо, фикс прайс. Также я купила еще вот такие вот штуки. Для интерьера там пригодится. Во-первых, из-за розовой вот этой вот. Ну, это скотч, вы помните? Лепятся, короче, для красоты всякой. Розовых я не видела. И нашла перчатки. Блин, там, девчонки, столько перчаток, шапок. Столько всякого на лето. И я пришла, вы помните, мою шапку-блогер. И этот, как он называется? Забыла опять. В общем, шарф такой. Точь-в-точь цвет перчатки. Я вышла вчера на улицу. Блин, мороз. У нас уже снег, холодно. Короче, классные перчатки. Всего лишь за недорого. 55 рублей. И что еще? Что еще последнее? Малыш мой хочет кушать. Я бегу к тебе, солнышко. Я купила кучу-кучу вот таких вот батареек. Это все для вот этой игрушечки нашей. Я купила алкалиновые и купила солевые. Заодно проверю, какие лучше из них работают. Вы не думайте, мой ребенок там не один. У меня подружка в гостях. Она его там развлекает. Вот еще алкалиновые. И вот такие еще для пульта. У этой игрушки есть пульт. Я вообще могу, не сходя с кровати, развлекать ребенка. Но я этого не делаю. Ну и все, дорогие мои. Надеюсь, мои покупки были интересны и полезны. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И скоро мы увидимся в следующем видео. И что еще, что еще, что еще? Бегу, родной, бегу, бегу, родной. А девочку, которая вам порекомендовала в начале видео, обязательно посмотрите внизу ее ссылкой. Я думаю, она вам понравится. Пока-пока. Ну вот, куда я решила их присобачить. Я убрала, где над малым все здесь было. Кучу всего наклеек надоедают. Тем более, они вот теперь часики у него здесь. В общем, если вы все сделали правильно, то они вот так вот будут ходить. О, видите? У них вот такая тема. Они раз и заедают. Не знаю, что я там делала уже. Все правильно. И то пойдут, то раз и заедают. Короче, не знаю. Механизм вот тут надо, короче, посмотреть, чтобы все как следует было. А так красиво. Правда? Ну, как интерьер, как минимум. Красиво. Уже все отсняла, уже ложусь спать и вдруг вспомнила, что хотела вам сказать, что часы, они работают. Главное, чтобы стрелочки все были ровненькие. И что они звучат громко, как и вот эти мои. Слышите? Ну, в этом что-то есть. Я уже подпривыкла. Над кроваткой лежат, как знаете, для малыша. Тик-тик-тик-тик-тик. Вот такие дела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok